Штрафы за нарушение правил дорожного движения возросли, а остановки в городе начнут раздавать Wi-Fi. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика короткой строкой. Сегодня в Москве был принят закон о повышении штрафа водителям, которые не пропустили пешеходов. Сейчас фиксированная сумма штрафа полторы тысячи рублей. Согласно новому закону, штраф устанавливается от полутора тысяч до двух с половиной тысяч рублей. Санкции также распространяются на водителей, которые не пропустили автомобилистов и других участников дорожного движения, пользующихся преимуществом. Чистоту Ленинского района проверили представители администрации и дорожные инспекторы. В шесть утра ревизоры осмотрели чистые пруды. На мельничной обнаружили глубокую выбоину. Замечания уже направили в город Ормострой. Муниципальный контроль также обратил внимание на переполненные мусорные контейнеры во дворах. Специалистам теруправления дано поручение вечером еще раз проехать по данным адресам. Сотрудники ГИБДД также обратили внимание на грязное разделительное ограждение в районе производственной улицы. Все замечания подрядчики обязаны устранить в ближайшие дни. Сегодня состоялось третье пленарное заседание молодежного парламента при областном законодательном собрании Кировской области. Молодые парламентарии почти единогласно утвердили правила внутренней этики, внесли изменения в план дальнейшей работы. Впереди очень важная задача изучить бюджет области на 2018 год и внести свои предложения. Бюджет у нас 47 миллиардов 500 миллионов. Это доходная часть. Наша область на 10% получает больше на выравнивает бюджета. Произошла реставризация наших долгов. То есть у нас с вами снимается нагрузка на бюджеты. Мы с вами больше можем решать социальных вопросов. Мы в Министерство социального соцзащиты добавили 221 миллион рублей, потому что вы знаете, что сегодня идет увеличение имрот, но планируется и повышение заработной платы, поэтому мы должны быть готовы к этим изменениям. Сегодня же молодежный парламент подвел итоги своей летней работы. Помимо прочего, члены парламента повышают финансовую грамотность кировских школьников, ведут шефство над одним из детских домов области. Опытом успешной реализации проектов они готовы поделиться со всеми желающими на гражданском форуме в начале ноября. На площади Конева появилась умная остановка. Теперь время прибытия автобусов и троллейбусов будет указано на специальном экране. Теперь в Кирове 7 умных остановок. Установленные экраны также могут транслировать предупреждения АЧС и социальную рекламу. В планах оборудовать умные остановки точками доступа к Wi-Fi. Продолжение следует...